Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, к Насте Волынец пришел новенький участник Ваня. По профессии он художник-аниматор. Майя Донцова рассказывает, Богдан Бобрик неожиданно включил мужика и никого не подпускает в их пару. Посмотрим, что будет дальше, ведь Ваня настроен серьезно. Саша Харитонова рассказывает об очередном суде на Доме-2. Сегодня был всенародный суд над Рапунцель из-за ухода Димы Дмитренко с проекта, якобы из-за Ольги. Я была защитой и мы выиграли это дело. А к Ольге Рапунцель, как вы помните, пришел новый участник Александр. Он ей не понравился, вот что она рассказывает. Мне нужен мужчина для жизни. Александр же пока только говорит, ничего не делает и не хочет тратиться. То он где-то забыл кошелек, то просто не хочет ехать в магазин. Я не то, что требую подарков, я намекаю. Но он говорит, что пока рано. Посмотрим, к чему это приведет. Костя Иванов высказал свое мнение о новом проекте Остров любви. Мне нравится, что там происходит. Симпатичные люди на острове, ищут подходы друг к другу. Все разные, но цель одна – миллион. Любовь в топку. Глеб Жемчугов с сыном уехали во Владивосток. Миша к бабушке и дедушке, а Глеб на совместный концерт со своими друзьями. Илья Ябаров и Маша Бухун снова проводят время вместе. Вчера они ходили в кино. Посмотрели фильм «Жених», пишет Илья, затем зашли покушать. В своем микроблоге Илья обратился к тем, кто пишет ему негативные комментарии о его поведении на проекте. «Будьте спокойны, что вы нервничаете. Вам же нравится, вы смотрите нас, и вам интересно. Вас же не заставляют так себя вести, как я. Будьте умнее, не ведите себя так. Смотрите на меня и не делайте таких ошибок». А теперь о событиях на Сейшелах. Голосование в Тентеклаб завершено. Новыми служанками на острове становятся Ирина Пинчук и Марина Мексика. Еще днем у Ирины было всего 4% голосов, но затем неожиданно ситуация поменялась. Мадина Кузаева и Саша Задойнов съездили на свидание в красивое место. Мадина пишет, что это был один из самых ярких дней на Сейшелах. Алиса Огородова и любит, и ненавидит Ваню Барзикова. Она пишет на своей странице. «Говорят, от любви до ненависти один шаг. В какую сторону сделать этот самый шаг?» Марина Мексика высказывает симпатию Венцеславу Венгржановскому. Девушка пишет, «Он очень классный, добрый, воспитанный и умный парень. Обожаю его. Мы с Алисой всегда советуемся с Венсом. В любой непонятной ситуации на помощь придет Супер Венс». Бывшие участники «Дома-2» придумали эстафету. Они выкладывают в Инстаграм старые фотографии с проекта. Начал эстафету Стас Каримов. Затем Рома Третьяков опубликовал ретро-снимки. Он подписал этот калаш. Принял эстафету от Стаса Каримова. Фотоархив и правда огромен. Чтобы все отсмотреть, уйдут, наверное, сутки. Смотрел, смеялся. Считаю, что «Дом-2» был крут, пока в процесс не вмешались деньги. Бывшая участница проекта Саша Артемова спровоцировала слухи о своей беременности. Глядя на последние снимки Саши, ее подписчики решили, что девушка беременна. Но Саша написала, что это не так. «Я не беременна. Просто иногда наедаюсь до такой степени, что визуально это становится заметно. Например, могу на ночь съесть килограмм конфет и кусок торта». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ.